Приветствую, друзья! Это мои товарищи, это мои друзья. Пожалуйста, у нас такое обычае, каждый представляется, чтобы все узнали оттуда, как зовут, чем занимаются. Ну давай, я-то могу и сам представить. В Томске, начинай. Ты у нас тут как женщина, как гость, имеешь право. Благодарю за комплимент. Меня зовут Дмитриенко Оксана, псевдоним мой в творчестве арта Ганета. Я создаю картины. Еще есть несколько проектов разных, об этом позже. Я из Томска. Приехала в гости к Асаю Магомедовичу Альеву с Алексеем Семеновичем Ткачевым. А это мой старый-старый друг, 30 лет, Алексей Семенович. Ну я как-то рассказывал. Города-герои, помните? Вот это их руководитель. Ну вот теперь ты дальше. Ну, двумя словами, представляю я две организации. Это Межгосударственный союз городов-героев. В следующем году будет нам 20 лет. Чем мы примечательны и самый такой важный наш проект, что мы увековечили труд, массовый трудовой героизм тыла во время войны. То есть были герои труда, был трудовой фронт. Об этом как-то не особенно часто говорили. Мы раскопали историю, учредили почетное звание для города. Город трудовой доблести и славы. Сейчас это 27 городов, которые получили это звание постановлением нашей организации. У нас легендарное руководство. Это Горбатко Виктор Васильевич, герой Болголии, герой Вьетнамма, летчик-космонавт 21-й, из Гагаринского отряда. Ну вот так. Вот. И наш председатель президиума ушел. Он из жизни недавно. Этот флаг поднял другая легендарная личность. Крамаренко Сергей Макарович. Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Герой Северной Кореи. Когда в одном бою было сбито несколько десятков летающих крепостей, которые нельзя было сбить. У Кожедуба он был ведомым. Это известный летчик. Кожедуб, конечно. Называется то ли черный четверг, то ли черная пятница для американских пилотов. И была в результате этого боя изменена стратегия наступления Соединенных Штатов Америки. То есть им стало понятно, что аэродром подскока для их бомбардировщиков в Северной Корее не получится. Есть наши асы, есть наши летчики. Вот такие дела. Да, вот такие дела. Это легендарная личность. Второй большой проект два года назад, в 1922 году была учреждена Общероссийская политическая партия Союз Коммунистов. Год назад, в 1923 году. А, год назад. Год назад был учредительный съезд. Чем примечательна эта партия? Ну, во-первых, так сказать, основная цель, основная задача была поддержка нашего президента в работе по укреплению суверенитета нашего Отечества в границах, как определил Владимир Владимирович Путин, в границе красных линий. Что это такое, заберетесь в интернет, все там прописано. Я вот в этом ничего не разбираюсь. Нет, ну, да. Больше того, единодушно на съезде генеральным секретарем, председателем Верховного Совета политической партии Союз Коммунистов был избран Владимир Владимирович Путин. Программа партии очень простая. Укрепление суверенитета нашего Отечества в границах красных линий, о которых говорит президент. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, борьба с коррупцией. Основополагающая. То есть двухконтурная финансовая система, когда все прозрачно, когда нельзя мешками вывозить деньги за ресурсы. Земля, ну, в общем, что тут говорить. Земля не продается. Это народное и прочее, прочее, прочее. Пять лет, пять лет я не видел своего друга. За это время видите, что происходит? Вот. Я-то не в политике, я вообще политик. Я ему сегодня говорю, он вот такие глаза. Для меня политика – это человечность. Да. Человеческие отношения. Я врач. Я врач. Моя задача – лечить людей. Ну, что делать, если Алексей Семенович меня убеждает, что так будет, что через пять лет мы все будем жить. Пораньше, пораньше. Время идет уже… Ну, вот сейчас идет вот эта вот специальная военная операция. Это славяне, славян бьют, ну, что говорить, это большая трагедия. По прогнозам, скоро этому будет конец. В любом случае, победа будет за Россией. Но тут даже говорить, что такое. Вот сказали бы 10 лет назад, что мы будем с Украиной, да. Понятно, понятно, понятно. Вот. Но дело не в этом. У нашего Хасая созидательная профессия, созидательные картины. Вот я сегодня просмотрел, глаза разбегаются. Ну, когда смотришь, какие глаза у него там женщин, детей. На картинах. Да. На картинах, да. На картинах. У нас сегодня… Я поставлю сейчас даже одну. Мне принесли торт. Такой вот вкусный торт. Алексей Семенович, угощайся, пожалуйста, дорогой. Да. Я, Алексей Семенович, знаю, как человека неистого, который борется за лучшую жизнь у нас в стране. И я его очень люблю по-человечески. Ну, как я сказал, политикой я не занимаюсь и не разбираюсь. Я хочу, чтобы высшей политикой было здоровье людей, счастье людей. И дети, чтобы были здоровы. Будут они здоровы? Ну, конечно. Так дело в том, что основная задача вот всего этого партийного, государственного строительства – это улучшение качества жизни населения. Это прямо прописано лозунг нашей партии за правду, за качество жизни. Ну, немножечко потерпеть. Каждый год, в случае, правильно? Вот как быть с этим? А, так нет. В любом случае, знаете, количество в качество переходит. Вот сейчас мы подошли к этой границе. Понял, понял. Алексей Семенович, не буду возражать. Буду тебя принимать как любимого человека. Будем говорить о творчестве, искусстве. У нас же сейчас очень много людей. Одни так думают, другие так думают. Пусть каждый думает, как он думает. Выводы делает сам. Если делать, мы посмотрим. Если каждый будет честно, честно работать по совести, я думаю, кривая выведет туда, куда надо. Правильно? Если каждый будет... Согласен. Я честный человек. Я по совести работаю. У меня не важно, какая партия, какая политика. И поэтому я уверен, что... Это просто механизм инструмент. Да, да, да. Значит, я смогу, как раньше. Помнишь, у нас центр был на Таганке? Да, ну что, прекрасный центр. Да, да, да. Все удивлялись, какой центр был. О, так. Приятного аппетита, друзья. Может быть, кто-то тоже чай пьет. А вот вы посмотрите, какая красивая у нас девушка. Она уходит. Она подойдет, надеемся. Да. Пока нет девушки с чаем, а вы посмотрите, какая за спиной Алексея Семеновича девушка нарисована на картине. Алексей Семеновичу нравятся мои картины. Алексей Семенович сказал, мы тебе сделаем выставки, да? Какая у тебя идея? Нет, так в двух словах как что? Дело в том, что у меня в Кобе я люблю живопись. Сам немножко отвечу, конечно, мне даже об этом говорить в присутствии Агнеты, в присутствии Хасая неудобно. Но то, что есть, то, что лежит здесь, это должно быть достояние широких масс, что ли так понпесно сказано, но это так. Поэтому мы сегодня порассуждали, у нас задача преподнести это, ознакомиться с этим. Ну, большое дело, мимо такой живописи люди не проходят, не отметив это своим вниманием. А то количество, плодовитость, уважаемого Хасая, да куда ни посмотришь, в любой угол загляни, там, 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 там. Это должно быть на обозрении. Больше того, если обратить внимание, здесь всё созидательно, здесь нет зла, здесь нет насилия. Есть, правда, раздумья, есть грусть даже, да, грусть такая, вот даже ностальгия. Но нет зла, нет зла. Философия. Философия. Да, да. А скажи, пожалуйста, вот ты помогал там, вот ты выставку делала. Она ещё стоит до 26 мая. Она ещё стоит, понимаете? Конечно. Ты подогреться, тебя же не видно. Людям. Я тоже хочу за стул, а получилась... Отдельно сделаем. Давай мы тебя лучше будем делать отдельно, в посольствах каких-то там везде показывать или где-то там. Да нет, дел, 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 нет, дел. Мы поделись со всеми нашими участниками, они очень... Ну почему, ТРЦ и Шелуковский, это очень хорошая площадка, на самом деле, зря вот так. Алексей Семёнович сказал, мы сделаем в другом месте? Нет. Так где можно, мы будем делать. Ведь дело в том, что нет механизма. Вот мы... Ну неудобно, конечно, женщину припахать. Да. Сказать, что это механизм. Но здесь нам по пути. А вот сегодня у Шабанова вот об этом, о дворце была речь, нет? Ну, мы договорились, мы созвонимся, поэтому сегодня мы особо об этом не говорим. Или у вас так сегодня, да? Просто познакомились, да, это томские земляки. Она продолжается. Она всё там же продолжается, вполне себе достойное место. У меня, конечно, нет стополя легалий, сколько у вас. Зачем? Зачем? Я не могу ответить давать. У тебя есть живопись, проходя мимо, люди останавливаются. Скажи, может, кто-то захочет пойти, скажи, по какому адресу. Ну, в ТРК Щёлковский, это Щёлковское шоссе, 75, Синяя ветка метро, первогон из центра. Выходите, и сразу будет торговый центр. Он современный, там пять этажей плюс нулевой. Интересно не только на мою выставку посмотреть, там много различных мероприятий. Секундочку расскажу, я его люблю, да. И там, на втором этаже, проходит выставка «Арта Ганеты». Это я автор, являюсь выставки. Называется «Творчество как жизнь». Потому что творчество действительно наполняет. Как-то у нас уже был прямой эфир с Хасаем Магомедовичем. Это было в начале апреля. Сегодня могу подтвердить, когда люди подходят. Я занимаюсь картинами с августа прошлого года, 23-го года. То есть даже нету года. Невозможного ничего нет, если есть желание. Бери и делай. Картины наполняют людей других. Мне приятно это слышать. У меня есть видео-отзывы. В моем сообществе они есть. Слушай, вот здесь еще у меня на рабочем столе. Картина. Это графия твоя. Ты сказала, если на рабочий стол. Да, если на рабочий стол, то тогда можно показать. Это настройки сделать нужно. Вот давай, а какой рабочий стол? Так, вот он рабочий. Нет, тут надо как-то через... Нет, сейчас я тебе покажу рабочий стол. Я не очень, честно скажу. Нет, никаких проблем нет. Сейчас я тебе покажу рабочий стол. Так, секунду. Вот они твои картины. Да, но в настройках нужно сделать трансляцию через рабочий стол. Нет, это не это, нет. Так, вот они, да? А, вот. Да. А как это, как показать их? Это не через них. Это нужно через трансляцию, где у вас идет трансляция, демонстрация экрана сделать. Так, сейчас, секунду. Секунду. А здесь как? Вот это я не умею. А здесь где-то где настройки должно быть. Тут вообще у вас ничего не понятно для меня. Ну да, тут такой компьютер. Это даже не в компьютере, это программа. А это в Азум? Или что это? Нет, это не в Азум. Это сейчас идет у нас запись. Мы ее сейчас загрузим и выставим в эфир. Ага. Ну, наверное, так и лучше. Ну, хорошо. Демонстрацию, да, мы не можем сделать. Единственное, может быть, просто потом ссылку я скину вам на ВК. И там мои картины. О, отлично, отлично. Правильно, правильно. Правильно. Ой, как мы хорошо сидим, да, Алексей? Да. Да ну что, я здесь смотрю. Да. Я в малине талантливых людей. Напомните мне медаль какую-то. Да. Ну, конечно. Сколько лет, сколько лет мы дружим, это так прекрасно. У меня есть такая фраза, я придумал, что старая дружба – это печать, которой никаким дождем не смоешь. Старая дружба. Потому что, ну, как говорится, человека, когда знаешь, уже какой-то, как говорится, путь шел и сели. Ну, нельзя же так говорить, на самом деле. Это то, что, вот другими словами, то, что не сотрешь, то, что никуда не денешься. Да. Поэтому, друзья… То, на что всегда рассчитываешься. Да. Поэтому, друзья, несмотря на занятость свою, Алексей Семенович приехал в гости сегодня. И вас тоже поприветствовал. Я сказал, у нас целая школа, человек будущего, homo futurus. Вот он рассказал, чем он занимается. У нас же такой обычай, кто ко мне в гости приходит, рассказывает, чем он занимается. А когда такие вот близкие друзья многолетние рассказывают, это очень интересно. Как наша жизнь, куда нас ведет. К какому будущему. К светлому будущему, к светлому. Будем надеяться, будем надеяться. Я спасибо хочу сказать. Спасибо. И тебе большое спасибо, что вы пришли, почтили меня своим приходом. Друзья, пишите свои комменты. Если у вас возникли какие-то вопросы, напишите там в комментах. А я попрошу Алексея Семеновича, когда мы выложим это в интернете, чтобы он прочитал завтра это все. И может какой-то ваш вопрос ему будет интересен, и он ответит, да? Да, к ней, безусловно. Отлично. Отлично. С удовольствием. Да, спасибо. Спасибо. Да. Хасай. Мы тоже рады быть здесь. Я очень рад. Да, вот, спасибо. Спасибо.